И самых полезных участников сообщества, которые могут помочь развитию сообщества. И на самом деле это очень важный пункт, потому что очень много специалистов, о компетенциях которых мы можем и не предполагать, находятся именно внутри, в глубине нашего сообщества. И мы сделаем все для того, чтобы подсветить эти роли, для того, чтобы люди максимально смогли реализоваться внутри SkyWorld Community, потому что я назову концепцию нашей компании, нашей платформы адаптации и обучения как lifetime value. То есть это ценность на всю жизнь. И это не значит, что мы будем финансировать, к примеру, 15 этапов еще очень долго. Но как раз-таки после завершения 15 этапов первого главного стратегического направления от Unitsky Stream Technologies мы перейдем к супербурному росту. И давайте также я с вами поделюсь небольшими отзывами вообще, в принципе, что произошло в результате этого марафона. Очень много благодарностей. И самое главное, чего мы достигли, это то, что прежние инвесторы, партнеры, которые когда-то проинвестировали в проект, они начали вдохновляться. Они начали просыпаться. И я повторюсь, это только маленький шажок, который мы сделали в логике нового, трансформируемого, преобразованного сообщества, направленного на вовлечение, на максимальное проявление интереса от всех партнеров, которые зарегистрированы. Ну и наши лидеры объявляли, что очень много регистраций и уже сразу после марафона многие люди совершили инвестиции. Я повторюсь, это всего лишь небольшая механика. И это всего лишь небольшое дополнение. Таких дополнений будут сотни. На сегодняшний день проведены некоторые стратегические сессии уже с нашими иностранными партнерами. Мы обращаем огромное внимание на языковые различные группы, менталитетные группы. Сформированы более семи различных языковых групп, в рамках которых мы двигаемся и по трансформации сообщества, и по формированию платформы адаптации и обучения. Меня тролли любят сравнивать как человека, который придумал лидогенерацию. На самом деле лидогенерация должна быть в любой нормальной компании. И слава богу, что до пандемии это было внедрено. Потому что иначе некоторые рынки очень себя нехорошо чувствовали бы, рынок Африки, рынок Латинской Америки. И мы бы потеряли эти рынки. Сейчас такими же стратегическими задачами я, как член правления Sky World Community, Алексей Суходоев, также руководитель отделения распространения, отвечающих за маркетинговые глобальные стратегии продажи на территории всего мира, создаю те стратегии, которые, на мой взгляд, по моим расчетам позволят нам совершить кратный рост. На сегодняшний день это две таких больших стратегии, помимо всех дел, которыми я также занимаюсь. Это преобразование, трансформация сообщества и также платформа адаптации и обучения. Как для партнеров, так и для сотрудников. Это никакие не курсы, не обучающие курсы, за которые будут браться деньги в обход каких-то юридических моментов. Нет, это не для этого. Это для того, чтобы наши партнеры Sky World Community получали максимальные компетенции, прокачивали свои навыки и закрывали те результаты, которые в первую очередь им необходимы, максимально быстро. И сейчас буквально в чат я сброшу вам ссылку на заполнение участия в фокус-группе. Пожалуйста, не заполняйте прямо вот все. Я попишу критерии, необходимо именно тем партнерам заполнить, и с вами будет установлена плотная связь, те, кто не достиг еще статуса, либо те, кто проснулись и у них нет статуса, либо те, кто присоединились. Для чего эта фокус-группа создана? Уже подготовлен второй релиз. Я могу сказать, он наиболее мощный, чем предыдущий. И здесь уже проработана методология на основе международных стандартов. И качество записи даже уроков вы будете приятно удивлены. И мы не будем переводить на иностранные рынки. Мы будем адаптировать на иностранные рынки те, например, 7 шагов, которые необходимо совершить для совершения успешной продажи нашего продукта. Для вьетнамцев это будет свое обучение с их менталитетом. Для индонезов свое. И это все мы обязательно так или иначе внедрим в течение этого года для того, чтобы не только вьетнамцы совершали и устанавливали рекорды, но и все желающие партнеры. Также я хочу вам сказать, что в принципе у нас по оргструктуре сейчас заполняются белые пятна, белые пробелы. И присоединяются лучшие вообще сотрудники на рынке. Кто-то присоединяется через сарапанное радио. Много сотрудников, я через знакомых тоже закидывал вакансии. И люди желают работать в такой компании, как наша. Несмотря на то, что репутация недоброжелательными испорчена на территории Российской Федерации, люди хотят и действительно рвутся работать. Такие специалисты, которые работали в крупных корпорациях, я не буду называть название, но это действительно именитые госпокорпорации. Также работали в крупнейших девелоперских инфраструктурных проектах, финтех-организациях. Проводится сейчас отбор, я думаю, что в ближайшее время будет отобран руководитель отдела маркетинга. И я очень доволен кандидатами. Я сам лично финалю эти собеседования, что касается отделения распространения. И в этом году еще сильнее будут улучшены в мировых стандартах именно воронки продаж по лидогенерации, по вообще вовлечению через вебинары. Мы максимально будем стараться для того, чтобы те люди, которые компетентны, закрывать большие объемы людей, которые поступают, максимально условия складывать, чтобы буквально единожды за день закрывались множество сделок. Также я могу сказать, что пиар-направление тоже будет в этом году отстраиваться. И SkyWorld Community вы увидите в качестве позиционирования уже в СМИ как самостоятельный бренд, крупнейшая международная социально-финансовая платформа. Ну, дорогие друзья, я буду обязательно каждый раз на вебинаре говорить то, что происходит внутри SkyWorld Community, потому что мне хотелось бы, чтобы вы понимали вообще, что мы не какой-то личный кабинет, мы большая, но одновременно могу сказать, достаточно гибкая в своем развитии и в своих улучшениях компания, которая финансирует Unitsky Stream Technologies. И давайте посмотрим вообще то, что происходит в мире, потому что на это я тоже обращаю внимание в своих вебинарах, естественно, в корреляции к нашим продуктам и к той ситуации, которая меня лично волнует как инвестора текущей технологии. Y Combinator – это один из самых мощных акселератов для стартапов, собирал миллиардные инвестиции, он опубликовал предупредительное письмо про экономику, которое разослал всем своим стартаперам. И вкратце это письмо говорит, что, вот буквально я буду переводить, это говорит о том, что текущая ситуация настолько плоха, что лучший способ приготовиться – это срезать косты, то есть срезать затраты и расширить свое развитие, именно стратегии, долгоиграющие стратегии развития, например, как в нашем случае, это платформа адаптации обучения. Вообще, вот для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы решить конкретную задачу. То, что новые партнеры, они имеют более низкий чек, чем могут, это первое, они с более меньшей скоростью закрывают свой первый результат, они дезориентируются и теряют интерес, и это вообще цикл жизни клиентов в любой компании, и это очень важно. В первую очередь, платформа адаптации и обучения решит все эти проблемы. Ну и, естественно, адаптация и интеграция всех лучших результатов, оцифрованных результатов, потому что мы опрашиваем, наши методологи постоянно работают с теми лучшими, кто достиг результата недавно для того, чтобы передать практический опыт, а не опыт от каких-то непонятных экспертов. И i-комбинатор также сказал, вот буквально, если вкратце говорить, что оценка технологических компаний упадет, берите деньги, пока дают, это вертолетные деньги имеется в виду, но вертолетные деньги в США тоже не прекратятся, и готовьтесь прожить два года без инвестиций. То есть два года рецессии предполагается, это говорит крупнейший стартап-интегратор. Это очень серьезное заявление, и стоит понимать его весомость. Также давайте посмотрим вообще вот про электромобили. Я не раз сравнивал электромобили с рынком пейджеров, и я до сих пор не отказываюсь от этого. Да, конечно же, хотелось бы поездить на электромобили, возможно, мне доведется, возможно, быстро произойдет смена эпох на транспорт над землей, наиболее перспективный транспорт в сегодняшней индустрии, как я считаю. Ну, например, робот-такси за счет своего неэффективного машинного зрения и вообще анализа ситуации заблокировала пожарную машину в Сан-Франциско. И в результате этого случая на пожар машина приехала позже, и мусоровоз также заблокировал. Вот, казалось бы, житейская такая простая ситуация. Если бы был водитель за рулем, то просто бы объехали. Но автономное вождение автомобиля решает и дирижирует искусственный интеллект. Вот здесь он не смог справиться с ситуацией и не смог выдать правильного решения. В результате погибли люди, и значительный ущерб был принесен вообще в ходе инцидента пожара. И вообще робот-такси круиз слишком часто останавливается на полосах движения, и это может сказать негативное влияние как на реагирование пожарной охраны, так и вообще на дорожно-транспортные происшествия, потому что водитель за рулем не ожидает, когда робот-такси остановится. И также я хотел вам привести пример. Ранее Samsung заявляли, что они будут входить на рынок электромобилей, и Apple пока что от этих слов не отказывается, но подождем еще чуть-чуть. Я думаю, что ситуация может поменяться. На сегодняшний день Samsung официально объявили, что они не будут входить на рынок электромобилей, так как это очень рискованные затраты, и непонятно, когда будет окупаемость. Опять же, это моя ассоциация, что все-таки электромобили – это такой переходный этап, это рынок пейджеров, должна появиться совершенно инновационная транспортная инфраструктура, которая решит текущие проблемы в транспорте и логистике. И вот конкретная цитата тоже из этой статьи. Это не масс-маркет, и многочисленные проблемы клиентов будут, нюансы от клиентов. И если говорить про смартфоны, это масс-маркет, но электромобили – это абсолютно не массовый рынок, и они не готовы вкладывать свои инвестиции сейчас в это направление, в текущей мировой ситуации. И все меньше и меньше, дорогие друзья, остается на самом деле решений вообще современной транспортно-логистической ситуации. И вы видите, например, как могут в текущей мировой ситуации меняться быстро события, и, например, лизинг заканчиваться у самолетов, соответственно, будут использоваться какие-то устаревшие модели, что будет нести угрозы для пассажиров. Вот напишите мне в чате, какое может быть решение текущей мировой транспортно-логистической ситуации. На минутку, вообще логистика, транспорт и логистика, они являются венами и артериями современной экономики. От этого зависит скорость товарооборота, от этого зависит скорость оборота мировых экономических ресурсов. Если происходит застой, как и в человеческом организме, то может образоваться тромб, и организму придется не особо хорошо. На сегодняшний день я до сих пор считаю, и буду так считать, как адепт и фанат технологии транспорта над землей, что все-таки решение – это именно регламентированное, четко заданное движение по траектории именно над землей. Абсолютно экологичное, безопасное и экономичное. Если говорить про Китай, это тоже крупнейший инфраструктурно-логистический хаб, ситуация с ковидом, там вообще очень сильно подорвало экономическую ситуацию. Вообще весь мир пострадал от логистической проблемы в Китае, связанной с ковидом. Ну, нельзя роботизировать сейчас, нельзя исключить человеческий фактор. У Unisky Stream Technologies, у компании, которую мы финансируем, есть решения роботизированные, например, решения морских портов в том числе. И это полностью автономные транспортные устройства, транспортные модули, которые решают совершенно разный спектр задач. Давайте посмотрим за последние 22 месяца, сколько было напечатано вообще всего долларов США. Это более 80%. И рекордная инфляция, мы не говорим о потребительской инфляции, мы говорим об официальной инфляции, за последний год она не кажется такой уж и большой. Но если такие утечки происходят, что Илон Маск разослал письмо своим работникам, что на 10% он будет сокращать количество сотрудников из-за того, что он не уверен в текущей мировой ситуации, это тоже говорит о многом. Причем потом Илон Маск отказывался от своих слов и говорил, что вплоть до того, что он себя не очень хорошо чувствовал и неправильно выразился. Но утечка подобной информации, она заставляет задуматься. А что же на самом деле действительно происходит сейчас в мировой экономике? Еще немножко фактов. Я для чего это все привожу? Для меня это аргументы при работе с крупным инвестором. Потому что и средним инвестором. Потому что не так много сейчас тихих гаваней остается вообще для инвестиций. И если говорить про баланс сальдо именно торгового портфеля в этом году, то я повторюсь, именно торговля только на волатильности, она приносит хоть какую-то доходность. В основном все остальные вообще инвестиционные показатели, они минусовые. Я еще чуть попозже обязательно перейду к главному вопросу и моему предположению, что было бы, если бы компания, сейчас я могу уже сказать, не дай бог, вышла бы вот в этот период нестабильности и экономической стагнации на IPO. SEO BlackRock – это крупнейшая компания, которая финансирует крупные инфраструктурные проекты в США. Он говорит, что у ФРС сейчас нет инструментов для борьбы с инфляцией, экономику США могут ждать трудные 1-2 года, и экономика США катится в глубочайшую рецессию, если ФРС переборщится с повышением ставки. То есть это дословно слова SEO крупнейшего фонда, который финансирует инфраструктурные проекты. А инфраструктурные проекты – это как раз таки всегда является тем выходом из кризисных явлений экономики, которые сейчас происходят. Рэй Далио, это известный банкир-экономист, говорит, что Центральным банкам по всему миру придется снова начать снижать ставки через примерно 2 года для восстановления своих экономик после разрушительного периода стагфляции. Стагфляция – это одно из самых вредных явлений вообще, в принципе, в экономике. И вот казалось бы, как будто это, можно сказать, ну, как-то далеко. То есть вот стагфляция – это обычно является спадом и депрессивным вообще максимально состоянием экономики. Но давайте посмотрим на ситуацию, может быть, Рэй Далио обсуждает, ошибается. Но вот прогноз Всемирного банка по росту мирового ВВП. И мировой ВВП в свое время формировали те компании, которые сформировали новый технологический уклад, новый технологический прорыв. Ранее это были IT-компании. Я говорил неоднократно, что была попытка с медициной, с биотехом на основе вакцины. Сейчас это совершенно другие явления, которые якобы подкрепляют печатание и печатание новых объемов доллара. И вот, пожалуйста, это прогноз уже, в принципе, на самое ближайшее время от Всемирного банка. Это открытая информация. Представьте, если открытая информация такая, то какая же закрытая? Что же говорится на заседаниях различных клубов, где собираются мировые элиты? И такие клубы существуют. Я не говорю ни про какие теории заговора. Это именно сложившееся сообщество, которое действительно решает на сегодняшний день пока что о том, как будут происходить ситуации в мире. Deutsche прогнозирует резкий рост корпоративных дефолтов. То есть это гособлигации. И ПИК прогнозирует, опять же, циклическую рецессию в экономике США в 2023 году. А в это время как раз-таки Unitsky Stream Technologies ни на секунду не останавливается, потому что в это время нужно нарастить скорость, вырваться вперед рынка. Так же, как мы сейчас Skyworld Community пользуемся условиями рынка и берем действительно лучших экспертов и специалистов, от которых отказываются другие компании, которые неправильно рассчитывали свою экономическую модель. Оттоки из финансового сектора фондовых рынков уйдут уже более 10 недель подряд. То есть ранее, ну, в очень серьезные кризисные явления только были такие показатели. Акции технологических компаний США, они тоже по прогнозу будут падать. Представьте, если бы компания в это время, еще не окрепший, так скажем, организм, вышла бы на фондовый рынок. Что бы сделали с акциями компании Unitsky Stream Technologies? Я думаю, что была бы очень серьезная глобальная манипуляция. И, конечно же, есть, на мой взгляд, недоброжелатели, которые не хотят, чтобы самая коррупционная сфера транспортной инфраструктуры была занята сверхпрогрессивной инновационной технологией, которая смогла бы решить многие задачи транспортной и логистики и заменила бы фактически очень быстро, так же, как ранее сделали это смартфоны, обычные кнопочные телефоны. Ситуация повторялась неоднократно. Я приводил инциденты с Теслой. О чем же думает Илон Маск на сегодняшний день? Он думает как раз таки, что 30 сентября он представит уже работающий прототип робота-гуманоида. Я от себя могу добавить мои ассоциации, мое видение, почему голова сделана черной, что есть в голове, исходя из различных религий и так далее. Почему голова черная, тело белая? Вопрос открытый. Но это уже к 30 сентября планируется демонстрировать. Но сделка Твиттера, она тормозится. У Теслы проблемы, как я говорил ранее. То есть современные корпорации, они терпят очень серьезные такие вот плачущие депрессивные состояния. Маск является бесспорно маркетологом и так далее, но в целом технологическая индустрия сейчас не очень лицеприятная ситуация. На мой взгляд, вырваться флагманом может именно та компания, которая имеет широкий модельный ряд, продемонстрировала, просертифицировала необходимые модули. Это транспортные гаджеты, это не те андроиды, которые позиционируются, что да, будут помогать человеку, но неизвестно. Может быть, как раз таки они будут отбирать работу у человека. И без того ухудшать сложившееся плачевное достаточно состояние у многих людей, в первую очередь в тех странах, которые сейчас страдают от роста на углеводороды, от роста на бензин, от бешеной инфляции. Анатолий Эдуардович Юницкий придумал решение транспортных андроидов, транспортных гаджетов, транспортных модулей, можно по-разному называть, именно для всех видов задач транспорта и логистики, для любого типа рельефа, климата, реки, озера, леса, горы, все можно абсолютно преодолеть. Эта технология сейчас выводится на международный коммерческий рынок Unisky Stream Technologies. Вы видите, этот мощнейший бренд прошла сертификацию. Также имеет различные доказательства, то, что эта технология востребована, она поддерживается правительством Арабских Эмиратов. Прошла сертификацию, имеет сертификаты соответствия качеству технологии с закладыванием большого количества требований. Также Unisky Stream Technologies включена в реестр добросовестных компаний Республики Беларусь. Компания-разработчик струнного транспорта признана научной организацией. Все это не просто признание, это путь. И это в том числе путь к будущему IPO, к будущему выходу на публичный рынок, к будущей коммерциализации транспортно-инфраструктурной отрасли, которая делается в буквальном случае с полного нуля. И многие говорили о том, что прекратятся посещения центра испытаний в Шарже от Unisky Stream Technologies, но оно все не прекращается и не прекращается. Выставка в экспо давно закончилась, а делегации все прибывают и прибывают. Хотя с Арабских Эмиратов определенное количество времени нужно потратить, чтобы доехать до Шаржи. Без пробок это 20-30 минут с пробками, это поболее. Но пробки всегда есть, когда возвращаешься в часы пик. Я думаю, что как раз-таки делегация завершает свое турне в стандартном режиме и попадает в час пик. Но несмотря на это все желают попасть в центр испытаний в Шарже. Например, принцесса Филиппин побывала в центре испытаний в Шарже и также сопровождал ее исполнительный директор PT Philippines Antiviral Indonesia и советник канцелярия на минуточку шейха Саида Мактума Томас Ян. Это очень серьезная делегация. Если кто-то будет говорить, что достижение, а когда же стройка, вы не представляете, сколько встреч нужно было провести Стиву Джобсу, Илону Маску, для того, чтобы представить и коммерциализировать первые прототипы. Здесь же речь идет о конкретных больших коммерческих проектах. И Антон Эдуардович не раз говорил, что уже подписаны предпроектные соглашения и были совершены первичные транши для разработки предпроектных предложений. И это его слова, это не наши слова, как членов правления Skyworld Community. И эта информация будет обнарудована, когда на то дадут свое желание, свое согласие заказчики этих адресных проектов. Кто-то говорил, что это случайно не та ли страна, которая доставила некоторые проблемы, Unitsky Stream Technologies и лично Анатолию Эдуардовичу Unitsky. На самом деле, дорогие друзья, стоит понимать, что это путь. Это путь длиной уже более чем 45 лет у Анатолия Эдуардовича. И у нас, как у Skyworld Community, это путь длиной более чем 7 лет. То есть для меня это огромная часть жизни. Это огромная занятость, огромные, так скажем, определенные жертвы на пути следования этой стратегии. Но все мы это делаем только для одного, для того, чтобы это осуществилось и кардинально изменило качество нашей жизни, как в финансовом плане, так и в плане перемещения вообще внутри мира. Также Индонезия заинтересована, я думаю, что и Филиппины, и все эти делегации, они, повторюсь, происходят вне рамок выставки уже закончившейся экспо, потому что они происходят постфактум. Люди желают увидеть, испытать на себе в действии транспорт. Ну и вообще, как бы, на минуточку, принцесса Филиппин, которая, как кто-то назвал, не принцессой вовсе, типа в Филиппинах нет никакой принцессы, но на самом деле ее так называют, и в публикации, в новости также назвали, потому что, ну, так скажем, самоназванность, но признанное, это тоже название, это тоже титул, это нужно уметь, чтобы этот титул подтвердить и доказать. Огромная заинтересованность в реализации на территории Азии Unisky Stream Technologies. Подробности я, естественно, как обычно, так как я не работник ни Unisky Transport Technologies, ни Unisky Stream Technologies, глубинных подробностей по адресным проектам я не знаю. Но для меня вот важны эти новости. А то, что инженер-железодорожник из Лондона оценил струнный транспорт в Арабских Эмиратах, ну, это, извините, я вот на выходных ездил за город, и ждали мы достаточно долго на железнодорожных путях, пока проедет сначала сам основной состав, а потом баржа, определенное небольшое транспортное средство, но которое скопило за собой огромную пробку из машин, которые торопились куда-то доехать. И напоминаю, что средняя скорость движения вообще железнодорожного транспорта – это максимум 20-30 км в час на основе всех остановок, на основе эффективности вообще, либо неэффективности данного транспортного средства. Для меня это прошлый век, то есть я вот на это все смотрю, развивая то направление, которое мы все с вами видим уже воочию и с удовольствием финансируем. Для меня это прошлый век. И действительно доктор Лоусон также признал, он лично захотел, во-первых, увидеть инновационный надземный транспорт, и он четко понимает, что в Африке, например, и вообще в регионах со сложным климатом, с сложным рельефом, эта технология более чем необходима. И он сказал, что рассматривается в стране, кстати, вот на минуточку тоже в новости чуть-чуть, я рекомендую вчитываться, рассматривается строительство участка длиной 12 тысяч километров, который пройдет через город Калабар, столицу штата Кросс-Ривер. И, по словам специалистов, струнный транспорт может стать подходящим альтернативным решением для трассы 80-100 километров. И я думаю, что это пилотная трасса. Далее, я думаю, что все понимают, так же, как развивались любые коммуникации, будь то это телекоммуникация, будь то это железнодорожные пути. Вначале тестово запускали, но далее почему не развивать, если это эффективно, если это решает задачи. Так развивалась любая отрасль и любая индустрия. Ну и также очень серьезные деловые контакты из Арабских Эмиратов посетили. Буквально вот за недавний промежуток, то есть две недели прошло с моего прошлого вебинара. Делегации идут, идут, они не останавливаются, интерес огромный. И это Грег Питерс, генеральный директор компании производителя продуктов гражданской и военной направленности Австралии. Это Дэл Джексон, заместитель исполнительного директора консалтинга компании. И многие другие, так же в сфере термерства, потому что сельское хозяйство тоже, оно заинтересовано для того, чтобы не дороги вредили и закатывали под асфальтом огромные территории, для того, чтобы инновационный транспорт был. А сейчас, я могу сказать, в рамках текущей мировой ситуации, когда говорят даже о наступающей проблеме голода, мирового голода и очень серьезной неурожайности в целом во многих странах в этом году, стоит об этом задуматься. Сколько территорий похоронено под асфальтом? Это современное сельское хозяйство. И данные специалисты сказали, что спасибо за прекрасную демонстрацию, это действительно транспорт перевозки будущего. Обязательно они попытаются это все воплотить, как в Австралии, так и в Арабских Эмиратах. То есть, я могу сказать, что уже этап, путь, как был ранее Родхук, партнеры меняются, делегации прибавляются, интерес бешено прибавляется, потому что нет среди конкурентов, партнеров подобных решений, уже пробированных, продемонстрированных и сертифицированных. Также выставки Unisky Stream Technologies, они продолжают свое развитие, несмотря на пандемию, несмотря на то, что многие компании сокращают свои затраты. И это целевые выставки для того, чтобы добиться определенных результатов, для того, чтобы получить определенные контакты. Здесь, в первую очередь, стоит понимать, что в данной выставке Traffic Expo Middle East присутствовали также топ-руководители большого глобального проекта НИОМ, линейного города потенциального в Саудовской Аравии и представители руководства RTI Дубаи. Вы, я думаю, что все прекрасно помните, знаете и понимаете, что на сегодняшний день решается тендер, вообще, кто победит в этом тендере на строительство логики последней мили, связывание отдаленных участков метро с центром города и других проектов. И непосредственно особенно было выделено в новостях, что обратили не только вот новые рынки, пожалуйста, Бахрейн, Кувейт и Египет, но и особенно технологией заинтересовался директор проекта линейного города НИОМ, Эрл Тан. Это, возможно, была одна из целей. Я вообще на каждую выставку, на каждую конференцию, на каждое событие массовое, тем более, на которое прихожу, я ставлю цель. Возможно, эта цель как раз-таки и ставилась в логике участия в этой выставке, чтобы произошло общение на той волне, в той должной атмосфере уже продемонстрированных подвижных составов, которые можно полноформатно посмотреть уже в Шарже. Я не исключаю, что мы услышим какие-то новости от новых делегаций, в том числе с этой выставки. Но интерес был закреплен. То есть конкретно триггерение было произведено, и сейчас ведется, я думаю, что уже непосредственно работа внутренняя по проекту. Это прошлые новости по установке анкерных узлов. Я их специально оставил, потому что можно видеть некоторое развитие проекта и бетонирование анкерной опоры, также оно было еще ранее. И вот, пожалуйста, недавний отчет строительства в центре испытания Шаржи, подробный отчет. То есть вы видите, что в принципе продвижение идет по строительству, и я думаю, что часть транспортно-инфраструктурного комплекса в ближайшее время в логике анкерной опоры будет достроена. Это два объекта по 2,4 километра для достижения скоростей контейнерных перевозок, тяжелых грузовых, пассажирских перевозок, уже полноразмерных, и достижения скорости 150 километров в час. То есть работы продолжаются. Запланировано, вот тоже я хотел бы, чтобы обращено было внимание, почему подключение электроэнергии запланировано на осень 2022 года. Вероятно, осенью 2022 года и планируется начать уже демонстрационно-тестовые испытания для сертификации, а орган сертификации, он уже имеется, и сотрудничество установлено. Здесь все абсолютно понятно. Также у трассы номер 4, с эстакадой из полужестких рельсов тоже завершен монтаж всех промежуточных опор, восьми промежуточных опор. Строительные работы на обоих анкерных опорах завершены. Ведутся опять же работы по подключению электроэнергии, которые опять же запланированы на осень 2022 года. То есть осенью будут очень серьезные движения по вот этим направлениям тяжелых городских и пассажирских перевозок. Покажите мне компанию, которая бы за полгода вообще смогла бы построить вот подобные трассы и создать с нуля подвижные составы. И завершена разработка и сборка новой модели подвесного городского пассажирского ЮПОТ вместимостью 25 человек для движения по трассе номер 4. Это будет просто фурор, на мой взгляд, когда это будет продемонстрировано, потому что это необходимо фактически каждой стране на сегодняшний день. И Unisky Stream Technologies удовлетворяет требованиям любого заказчика, поэтому мы и финансируем в такое направление. Как индивидуальные городские пассажирские перевозки, так и модульные, уже более нагруженные пассажирские перевозки. И это говорит о том, что рынок транспорта над землей действительно имеет огромные перспективы даже в сложившейся ситуации. Это говорит о том, что именно эта индустрия потенциально может пережить ту рецессию, тот кризис, который неизвестно, сколько продолжится, и уже далее корректно входить в публичный рынок. Это говорит о том, что происходит действительно все вовремя. И то, что схема краудинвестинга, которая какими-то регуляторами не понимается, не принимается, она была выбрана правильно, потому что это позволяет компании не останавливаться ни на минуту, ни на шаг и работать над воплощением тех задач, которые поставил в первую очередь перед собой Анатолий Эдуардович Юницкий и продекларировал перед инвесторами. Потому что ответственность всегда прослеживается в интервью от Анатолия Эдуардовича. Я думаю, что в ближайшем будущем мы увидим новые интервью и подробно их разберем. И я могу вас действительно поздравить с тем, что вот мы с вами и те люди, которые будут просыпаться, те люди, которые будут активироваться в рамках тех механик вовлечения в наше сообщество, они будут иметь шанс инвестировать. Потому что у кого-то такого шанса не будет. Когда шанс профинансировать технологию ближайшего будущего, которая развивается уже в настоящем, исчезнет навсегда. И возможность совладения новой отраслью транспорта и логистики будет завершена навсегда. Поэтому, дорогие друзья, я могу сказать, что я абсолютно ощущаю, что мы движемся в правильном направлении, с нужной скоростью. И давайте я отвечу уже на оставшиеся вопросы как в YouTube, так и в нашей комнате. На идеологии сегодня меньше буду останавливаться, потому что не будем выходить за рамки тайминга. Алексей, можно ли вернуть доли, обмененные на токены, снова в реестр? Денис, этот вопрос можно задать Unisky Stream Technologies. Но по токенам я свое мнение не раз говорил. То есть здесь нужно было четко распределять вообще ресурсы тех долей, которые будут преобразовываться в токены. Я не раз говорил, что я лично не преобразовывал доли в токены и не приобретал сам токен. Потому что я подожду, так скажем, уже до конкретики. Возможно, я окажусь неправ, возможно, прав. Это неизвестно никому, но каждый решал в этом направлении сам. То, что задать нужно этот вопрос, обязательно зададим со стороны SkyWorld Community. И уже Unisky Stream Technologies будет в рамках своих подразделений, которые занимались токенами, будет решать. Есть новости по выкупу акций. Людмила спрашивает. Ведутся сейчас переговоры по поводу этого. Как вы понимаете, что обратный выкуп акций, он должен складываться из прибыли. Я думаю, что Unisky Stream Technologies сейчас решает, какой процент они и могут ли выделить на обратный выкуп. Потому что если выделять поступающие средства, это будет банальная пирамида. И, естественно, никто не будет действовать таким образом. Этот вопрос тоже сейчас на контроле. он был задан, но ответ пока что не был получен. Когда будет получен, мы обязательно сообщим. Так, и я перехожу в YouTube. Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, традиционно, как вам информация с этого вебинара, была ли она вам полезна. Как вы видите, опять информация не повторяющаяся. Каждый мой вебинар абсолютно не повторяется. Вы не представляете, как непросто сейчас к ним готовиться в свете сбора всей необходимой информации с мировых источников. Но я искренне рад передавать вам эту информацию, потому что мне она очень сильно помогает при работе в нашем проекте, при мотивации сотрудников, при общении с новыми топ-менеджерами и действительно профессионалами своего дела. Я могу сказать, что в SkyVault комьюнити хотят сейчас работать эксперты. Отваливаются негативные, отваливаются депрессивные, отваливаются, так скажем, не особо в светлых мыслях люди, но это процесс фильтрации. Сейчас время такое, очень серьезной перетурбации, очень серьезной турбулентности кого-то будет выбрасывать. Но останутся лучшие, эта лучшая команда далее продолжит уже свое развитие в реализации целей и замыслов в SkyVault комьюнити. Потому что у нас, как у SkyVault комьюнити, также есть свои цели и замыслы. Стать крупнейшей международной социально-финансовой платформой, не инвестиционным фондом в рамках устаревшей, бюрократической, закоренелой, такой застоявшейся системы, а в рамках бирюзовых, самых современных технологичных финтех организаций. Самый главный наш актив, я не раз это повторял и буду повторять, и мы его будем приумножать, мы его будем увеличивать с помощью трансформации сообщества и быстрая адаптация, быстрого обучения, быстрого приобретения навыков. Это социальный капитал. Это мы с вами. Человеку нужен человек. Так, я смотрю в YouTube. Ну, естественно, традиционные вопросы по поводу дивидендов, по поводу завершения подэтапов, этапов. Здесь, я думаю, что я дал определенную информацию, и я могу сказать, что мы усиленно работаем в закрытом режиме над очень интересными инвестициями. Но я не скажу ни слова вообще, пока не будет понятно, какое движение уже более конкретное в этом ракурсе. Но вы будете первыми, кто узнает, если, допустим, будет входить очень крупный инвестор. Дорогие друзья, благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Через две недели, возможно, будет сдвижка по расписанию. Заранее предупредим, потому что, поверьте уж на слово, вебинары – это просто 0,05% от той работы, которой я загружен. И я искренне надеюсь, что в логике трансформации сообщества мы максимально сможем сделегировать определенные процессы на новых людей, которые будут гореть нашим общим делом, расти и развиваться. Всем счастливо. С вами Алексей Сходаль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова